С вами Борис Соколов, сайт visitasam.ru Дайте я вам скажу, сколько и какие деньги брать в Париж. В Париж деньги сейчас евро. Раньше были французские франки, сейчас евро. Опять, карточки принимают практически везде, кроме уличных торговцев, вытаводов за евро, у которых покупаете либо сувенир за евро. Карточки принимают везде. Например, в банкомате RER можно оплатить только карточки, и наличку не принимают, чтобы купить билет. Цены в Париже достаточно дорогие, дороже, чем в Испании. В Италии, ну, может, процентов на 10-15. К примеру, стоимость метро. 10 поездок на метро, 14,90. В Борселое 10 поездок, 10-11 евро. Вот примерно во столько все остальные цены. В среднем подороже. Где-то в кафе обед, ужин, поесть вам выйдет на двоих рассчитывать минимум 25-30 евро. Ну, если более хорошо, 40 евро. Если, конечно, на всем экономить, есть магазины, есть супермаркет. Я записывал цены в супермаркете и брал даже еду. Там салат за 3 евро, два сэндвича за 2 евро. Ну, допустим, завтрак, вот 5,90, такой средний завтрак, стандартный круассад. Какой-нибудь багет, кофе и апельсиновый сок. Еда в кафе на 15 евро на человека. Я бы рассчитывал особо на 100 евро в день. Чтобы так комфортно отдыхать на метро, естественно, надо вам проехать, куда-то заплатить. То есть поменяйте евро в Россию. Кстати, вот здесь, как ни странно, особо вот банкоматов-то я часто и не вижу. Не вижу часто банкоматов, аптек и мобильной связи. Хотя уже 3 дня гуляют. То есть наличку лучше возьмите из России. Везде практически есть оплата картами. Так что берите в Париж евро, берите карту. Ну, самое главное, чтобы у вас было достаточное количество денег. Скал сумму на двоих, естественно, если вы один, у вас не 40 евро будет выходить там, а, допустим, обед 15, там, поэкономите 12 евро. Естественно, вы будете ездить один там на метро и покупать билеты в здопримечательности один. У вас, естественно, выйдет меньше. Также вам нужно оплатить проезд от вокзала. На арере это 8 евро. На таком автобусе, который едет быстрее до Шадли, 17 евро. От вокзала до гостиницы. Достопримечательности, например, Лувр, билет в Лувр 15 евро. Билет в Диснейлэд на весь день 89 евро. Ну, вот, рассчитывайте, что еще придется заплатить за билеты в различные достопримечательности Парижа, если вы хотите их посетить. В Франции распространены различные комплексные предложения. Вот мы взяли вот это второе, был луковый суп, принесли бесплатный хлеб, воду, еще десерт будет. Это стоило 16 евро. Можно одно блюдо за 10 евро взять, но мы решили пообедать сегодня плотно. Ну, и также завтраки комплексные. Я вам снимал обед. Вот сами считайте, сколько вам денег нужно потратить на человек, допустим, 20, пусть с напитками 20 евро, 40 на двоих, с утра завтрак 12, на двоих 52. Ну, вот около 100 евро, если, например, и ужин еще 70 евро с ужином. Если вы будете ужинать не в магазинах, а только в кафе, плюс метро, плюс еще что-то. Кто поэкономнику вложится в 60-70 евро, кто нет, в 100. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok